Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... с руководством, управлением организациями, управлением людьми, управлением процессами, управлением проектами. А маркетинг — это, скорее всего, исследовательская работа по исследованию рынка. Тогда более сузили специализацию. Да, более сузили. И сейчас маркетинг у нас в названии нет, хотя мы преподаем эту дисциплину для наших слушателей. — Кому интересна эта школа? Верно ли я поняла из той информации, которую я просматривала перед эфиром, что в эту школу приходят руководители, несмотря на то, что у них есть, например, большой стаж в руководящей работе, но они все равно приходят, и это важно. Важно им переподготовиться. То есть такая перезагрузка. Эта школа нужна на протяжении всей их карьеры для того, чтобы как-то не потерять этот навык руководителя. Верно ли так? — Именно так. Потому что сейчас мы живем в такое время, когда все очень быстро меняется, и обязательно нужно постоянно себя держать в форме, узнавать что-то новое, постоянно учиться, постоянно готовиться. Это уже концепция 21 века, и далее будет, наверное, что люди должны учиться на протяжении всей жизни. Так называемая концепция вот, ну, пришла из Запада даже. Ну, у нас тоже всегда было что. Тем более руководитель — это именно та профессия, которому надо учиться всегда. Один раз начав, и на протяжении всей жизни учишься. Вот. И даже руководители самого высшего звена не перестают учиться. В многих организациях. Это не только начинающие. А мы проводим сейчас, мы в основном целенаправленно, мы не студентов обучаем, а именно работающих уже людей, которые желают стать руководителями, управленцами, и также уже действующих руководителей. В этом наша специфика заключается. В отличие от обучения студентов. Многие путают, что есть. Вы студентов обучаете, так далее. Часто так спрашивают. Вот по психологии, когда ребенку предлагают выбор профессии, там есть, по-моему, такая графа, когда ему предлагается понять, он хочет быть ведомым, то есть он хочет быть подчиненным, или он хочет быть руководителем. То есть тогда ваша школа — это для того человека, который не хочет быть в числе подчиненных, который сразу хочет идти на руководящую должность. То есть это как бы такая поддержка хорошая, где он приобретет знания. Это может быть и человек, который пока еще не занимает руководящую должность, или все-таки он должен занимать руководящую должность, и только тогда он попадет в вашу школу. Нельзя сказать, что попадают только те люди, которые занимают руководящие должности. Мы обучаем людей именно тем компетенциям, которые нужны для управления людьми. То есть они должны, если вы руководите людьми, вы должны обязательно знать законы, на основании каких законов, нормативно-правовые акты, какие компетенции нужны, как разговаривать с людьми. То есть коммуникативные навыки должны руководители обладать хорошими коммуникативными навыками. То есть это называется soft skills. То есть определенные такие навыки, которые помогают людям взаимодействовать с людьми, уметь разговаривать с людьми, уметь их убеждать. Есть определенные такие, скажем, учебные. У нас есть учебная программа, в которую входят и коммуникативные навыки, и нормативно-правовые акты, и все вот эти программы, которые дают возможность узнавать, возможность всегда развиваться. И оно не заканчивается на том, что они получили дипломы. Самая главная вещь, которую дает Высшая школа инновационного менеджмента, я считаю, что это сообщество. Сообщество единомышленников, сообщество людей, которые вместе потом будут идти по жизни, определенным образом консультируя друг друга, зная друг друга, обмениваясь опытом. То есть это такое за 25 лет все-таки Высшая школа инновационного менеджмента при главе республики, она стала тем, скажем, той базой, которая помогает людям развиваться и вести за собой, скажем, многих и своих подчиненных, и своих друзей. Обычно нередкий случай, когда люди, которые обучались у нас, они приводят своих друзей, своих коллег, своих родственников. Которые, может быть, и не задумывались, что хотят быть руководителями. Да, которые никогда и не задумывались о том, что они могли бы это знать, они могли бы этим заниматься. И вот поэтому получается так, что вот эти люди создают такое свое развивающееся сообщество. Они вместе развиваются, они вместе обучаются, и таким образом они идут вперед и ведут наше сообщество, нашу республику, определенным образом все вместе идут вперед. Леонид Анатольевна, после Вашей речи, я думаю, что каждому человеку нужно пойти в школу инновационного менеджмента. Потому что навык общаться с людьми – это, по-моему, самый большой пробел в нашем обществе. Да, конечно. Вот есть определенные, скажем таки, может быть, это даже уровень культуры, то есть люди начинают общаться по-другому, они определенным образом могут даже у нас научиться. У нас есть такие программы, как делопроизводство, например, писать деловые письма, как разговаривать с людьми, как представляться, как, ну, в общем, вот в этом плане определенные такие деловые коммуникации, как строиться и как построить. Расскажите чуть-чуть вот такой вот мини-ликбез для наших слушателей и зрителей, для меня в том числе. Какие вот такие вот секреты успешного общения с людьми, когда ты можешь человека, ну, наверное, расположить, да, или наоборот, ты насчет этого не думаешь, а просто остаешься самим собой во время диалога, именно это расположит собеседника. Может, какие-то секреты поделитесь? Конечно. Василий Валерьевич может хорошо поделиться. Самый главный секрет общения, которым должен владеть любой руководитель любого уровня, любого ранга, это умение слушать. Нам Бог дал два уха и один народ. Меньше говори, больше слушай. Вот это самый главный закон общения с людьми. Именно руководителя? Именно руководителя. Именно руководителя. И не только руководителя, но требование, как бы, самое такое, именно к руководителю, самое большое требование – умение слушать других. Часто бывает так, что руководители не умеют это делать, не умеют слушать других, из-за этого очень много проблем возникает. И самый главный, можно сказать, навык любого руководителя – это умение общаться. Если я вот палец покажу, вот если посмотрим на наши пальцы, И вот какой палец можно на руке, самый главный, кто из них может быть руководителем, кто может быть лидером? Часто все люди говорят, вот указательный палец, самый главный, потому что он указывает, что надо делать. Я думала, вся рука, все пальцы. Нет, ну это вся рука, это как команда, можно сказать, коллектив. А вот самый главный палец, руководитель, лидер, это большой палец. Потому что окей? Нет, не окей. Почему? Только вот этот палец может работать с другими остальными, может взаимодействовать и с мизинцем, и с безымянным, и с средним, и с указательным пальцем. Понимаете, да, вот этим доказывается важность умения коммуницировать, работать с другими, умение общаться и так далее. Тогда в вашей школе нужно обязательно пройти обучение руководителям, потому что ведь не секрет, что в нашем обществе, в наших структурах, да, руководители часто берут на крик подчиненных, то есть есть даже такое мнение, что вот пока не накричишь, там, пока не наругаешь, пока не накажешь рублем, дело с места не сдвинется. Ну вот обычно же мы как-то вот так рассуждаем, в принципе, начиная с семьи, наверное, да, вот в семьях же тоже нередко такое можно встретить. Поэтому, наверное, любому человеку было бы не лишним пройти в вашей школе обучения. Но вы всех-то из желающих принять вряд ли сможете, и вряд ли это будет все-таки, да, конечно. А желающих вообще много на сегодня? Очень много желающих приходят, спрашивают, мы формируем группы, две группы, там, за один раз, там, за один поток бывает 50 человек, 80 человек доходило. Вот, и не только вот там все руководители, а вот насчет криков, да, вот действительно, ну есть такие вот негативные моменты, к сожалению, в нашей сфере управления. Но, ну, такое, можно сказать, правило одно, вот вывод какой можно, тот кричит, тот проигрывает. Ну, от слабости обычно, да? Да, от слабости, вот, слабый кричит, слабый руководитель, только ему остается что-то... От отчаяния, наверное. Именно, это большой стресс, когда человек не умеет, как бы он не владеет профессией руководителя, менеджера, и он постоянно будет стресс испытывать. И этот кортизол начинает вот съедать внутри человека, и весь организм меняется. Ему ничего не остается, потом этот накопленный какой-то стресс именно через крик выводить. Но крик – это тоже хорошо. Он таким образом, он расслабляется, выводит свой стресс наружу, и тем самым он тоже какой-то вот, ну, имеет, ну, выпускает пар, можно сказать. А как тогда правильно, вот, допустим, руководитель дает какое-то задание, да, какое-то задание нужно сделать. Он рассказал, подчиненные послушали, ну, не особо торопятся или как-то вяло это все делают. Какой следующий должен быть шаг у руководителя, если крик – это точно не вариант? У хороших руководителей обычно задания не дают. А как? Подчиненные сами работают, без всяких заданий. А зачем же тогда там какие-то планерки, которые собираются, и где вот обсуждают, вот это сделано, вот это не сделано, а дальше какие-то там… Ну, у планерок своя функция отдельная. Ну, их же ведут руководители. И не только они, планерки нужны, чтобы согласовать действия. Зачем руководители? Профессия руководителя нужна. Вот вы первый, самый первый вопрос такой задавали. Вот когда работа сложная, и один человек не может ее сделать, а когда нужно уже двум и более людям эту работу делать, вот тогда уже нужен руководитель. И там нужно уже согласовывать работу этих двух и более людей. И когда вот, ну, планерка – это вот процесс такой собрания, где согласовывают работу с друг с другом, чтобы никто там не убегал и никто не отставал. Все должно идти по плану, чтобы вовремя, ну, намеченный срок прийти к общему результату. А иначе кто-то будет перерабатывать или недорабатывать. Это ведет и то, и другое к издержкам. И временным, и денежным, и материальным, и так далее. Это уже большие расходы. Для руководителя важный навык, вы сказали, самый главный – это умение слушать. Какие еще навыки необходимы современному руководителю, который, получается, что менеджер, да? Угу. Руководитель – это менеджер. Ну, руководитель – менеджер. Ну, руководитель – это, можно сказать, должность, да? А менеджер – это профессия. Состояние души. Да. Это, можно сказать, даже искусство в какой-то степени. Согласна. И самые главные навыки любого руководителя в любое время и в будущем – это будет… Ну, самое первое – это, прежде всего, управлять собой. Номер один. Он должен, в первую очередь, управлять собой. Что это значит? Это значит, он должен, как бы, себя, собой, как бы, руководить, уметь. Себе цели ставить, себе задачи делать. Прежде всего, самого-самого с себя начинать. Себя контролировать, себя, свою работу организовывать. С этого и начинается руководитель. После этого уже он должен уметь управлять другими, другим человеком. А потом уже он переходит на уровень управления командами. А бывает ли так, что, допустим, человек, его назначили на роль руководителя, да, он вроде бы как не может, ну, отказаться, да. Вот, сказали, ты руководишь теперь вот таким, вот таким, там, не знаю, там, отделом, да, управлением. А он в себе не ощущает, что это его, вот, руководить. Ну, не его это дело, как будто бы. Ваша школа поможет ему как-то этот навык обрести, если вот он, по своей сути, допустим, ведомый человек больше, он больше себя видит как-то в общей массе вот подчиненных людей. Или ваша школа скажет, ну, нет, значит, нет, просто там, для себя обучись и всё. Или всё-таки его как-то смогут перестроить, и он раскроет какие-то в себе таланты? Или эту роль как-то примерит? Ну, если человек так ощущает неуверенно, это, значит, бывает от того, что не хватает знаний, прежде всего. И это связано, ну, знание, нужно знать стили управления, стили руководства. Знание о том, как, то есть, чтобы выбрал ты, какой тебе стиль руководства подходит. Какой стиль подходит, и есть стили, по которым не надо быть ведущим, можно быть ведомым. Находясь, постоянно оставаясь руководителем? Да, и находясь, быть руководителем. А что это такое за стиль интересный? Ну, это, например, стиль, как сказать, ну, так и назовём ведомого. Вот. Он тогда найдёт себе какого-то помощника, который будет отвечать за какую-то, да? Обязательно. Идеальных руководителей вообще не бывает в мире. Идеальных нет никого, к сожалению. Да, идеальных вообще. Ни родителей, ни руководителей, ни детей. И руководителей и так далее. И сейчас вот эффективными компаниями, успешными компаниями даже не один руководитель руководит, а целая команда. Поэтому не надо как бы бояться этого. И всегда вот, ну, работа руководителя, вот, ну, можно применить, там, ну, найти применение своим этим, как бы, сильным сторонам. Возможно, быть ведомым, это его сильная сторона. Возможно. Да. Подчинённый, хороший, да, может быть, исполнитель. Возможно, высококвалифицированные, опытные сотрудники, например, ими нельзя руководить как ведущий руководитель. Им нельзя командовать и так далее. За ними, наоборот, надо быть ведомым. Они всегда решают сами, что нужно делать. И так тоже, такой стиль тоже есть. Еще подумала, если бы в вашей школе мог обучиться просто человек для собственного расширения кругозора, да, может быть, тогда, поняв, насколько сложно руководить, да, насколько всего нужно много знать, возможно, это как-то бы и определило поведение подчинённых в отношении руководителя. Потому что, как есть и такое неподобающее поведение со стороны руководителей в нашем обществе, есть и неподобающее поведение подчинённых, когда люди нарушают субординацию, да, там какие-то все лишние вещи позволяют. Понимая, насколько сложно руководить, может быть, и по-другому бы взглянули те, кто не находится на руководящих должностях, пройдя обучение в вашей школе. Да, да. В любом случае человек, который много знает и много понимает, он всегда, скажем, с пониманием относится и начинает больше уважать руководителей, да, поскольку надо очень много знать, надо очень много понимать, с очень большим количеством людей взаимодействовать, да, это никогда не бывает просто. То есть, работа с людьми, она никогда не бывает простой. Она всегда имеет, скажем, свои сложные стороны. Общаться-то сложно, а работать-то тем более. А есть работа, наоборот, руководителя, управленца, которым не надо общаться ни с кем. А так можно? Да, и так тоже можно. Это всё зависит от стиля. И не надо лидировать, и не надо вот всех этих вещей, которые, вот, говорите, где-то коммуницировать уметь, много знать тем более. И есть такая вот стиль руководства, где не надо много знать. Какая прелесть. Да. А мы-то не знаем, что так можно. Это очень интересная специальность, между прочим. Да. Я даже не знала, что столько вот есть разных стилей. И, я думаю, руководитель, вот он на одном каком-то таком вот... Да, люди обычно, вот, часто руководители, не зная этого, они вот какой-то берут себе вот эту маску, одевают, стереотип маску одевают, и всё время вот как бы в одном ключе действует. Мы через короткую рекламу продолжим. Как раз спросим у Натальи Николаевны про лидерство «Всё». Дорогие слушатели, оставайтесь, не переключайтесь. Мы будем через 4 минуты говорить о том, как сложно и как хорошо быть руководителем. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Продолжаем говорить о том, как, какими навыками сегодня должен обладать руководитель, должен ли он при этом быть лидером и менеджером. И сегодня в этом нам помогают разобраться руководители, не руководители, преподаватели, наверное, да, ну, с другой стороны, и руководители тоже, преподаватели Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия. Это Алена Кардашевская, Василий Кривошапкин, Наталья Харлампьева. Наверное, я спрошу следующим вопросом в этом блоке, попрошу Вас рассказать о том, чему учат в Вашей школе, в плане какие программы есть в Вашей школе за 25 лет уже её существования, большое количество учеников, руководителей вышло из Ваших стен, и какие из этих программ наиболее популярны и востребованы, и почему? — Да, давайте расскажу. Я, наверное, у нас основная миссия Высшей школы инновационного менеджмента при главе Республики Саха-Якутия — подготовка новых лидеров, формирование новых команд, то есть подготовка руководителей. И этому учат у нас основные направления профессиональной переподготовки — это государственное муниципальное управление и юриспруденция. Профессиональная переподготовка у нас начинается новый набор. 17 октября у нас стартует новый набор слушателей. Она в основном у нас для руководителей различных сфер службы, ну то есть для государственных, гражданских, муниципальных служащих. А также туда могут не только руководители поступить, но то есть специалисты — те люди, имеющие уже высшее образование для развития и получения новых компетенций, то есть для тех, кто хочет получить профессию юриста. — Вообще государственное муниципальное управление, да, это программа переподготовки, она у нас, скажем, такая самая старая, да, она с основания нашей школы, да, с начала вообще. И вот в этом плане программа государственного муниципального управления, она, скажем так, нацелена на развитие и личностного потенциала, да, и профессионального потенциала, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, специалистов различных отраслей экономики, да. То есть тот человек, который хочет узнать больше о, скажем, о законах, о нормативно-правовые акты, то есть государственное муниципальное управление, оно всё-таки связано с тем, что люди определённым образом на определённом, скажем таком, личностном и карьерном росте, когда они доходят, да, они начинают думать о том, а почему всё это так происходит, а не по-другому. Чем я могу помочь своей организации, да, может быть, органам исполнительной власти, может быть, человек хочет стать депутатом, да, может, хочет поступить на государственную гражданскую службу, муниципальную службу. И вот тот человек, который хочет развиваться, он поступает обычно у нас, слушатели поступают на государственное муниципальное управление, и они начинают своё обучение. И в процессе вот этого обучения они узнают очень много нового, да, то есть для себя открывают и то, что законы у нас очень меняются, да, у нас вообще жизнь сейчас очень быстро меняется. И вот при этой меняющейся жизни они определённым образом начинают, скажем так, себя находить. И кроме государственного муниципального управления, ну, управления сферой государственного муниципального управления, вот такой специальности, есть ещё специальность у нас менеджмент организаций, где мы готовим специалистов, менеджеров, управленцев, которые будут работать и в наших бюджетных организациях, например, да, подведомственных учреждениях различных, которые будут руководить различными проектами, которые там реализуются. Это тоже важно. Это, ну, не только, например, на республиканском уровне, но и на муниципальном уровне различные сферы, социальные руководители, ну, в социальной сфере, да, организациях образования. Мы готовили и в сфере образования, в сфере здравоохранения, вот, и очень перспективно есть специальность ещё управления персоналом, например. Ну, вот, там мы специалистов готовим, ну, кадровых служб, например. Это тоже очень обостребованная работа. Руководители разные нужны, не только высшего звена, но мы начинаем обучать и руководителя самого первого, скажем, не низшего, скажем, самого первого начинающего звена, скажем, можно так сказать. Над которым ещё несколько руководителей. Да, над которым ещё несколько руководителей. Вот, самая сложная работа даже у них, наверное. Потому что начальников много. Начальников много задач, много, очень много надо работать, и как со всеми этими справляться, и так далее. Это тоже знать, что надо делать, свои функции, свои обязанности, свою роль свою понимать. И это очень важно, например, и для всех организаций. Алина Анатольевна упомянула депутатство. Депутатов-то точно можно к вам смело отправлять, потому что, раз руководитель это тот, кто должен хорошо уметь общаться, правильно уметь общаться, для них-то это же... Обязательно. Обязательно. А депутатов много у вас обучается? Депутатов мы обучаем по мере избрания. Где-то выборы проходят, избирают новых депутатов, наследие в районе. И районы у нас специально приглашают на выездные курсы и собирают депутатов. И там основные роли, обязанности, что должны делать депутаты, мы тоже подготовку делаем. Но самая главная задача, роль депутата, это он является самым главным заказчиком всех программ развития региона и района и так далее. Он может быть, выступает как заказчик, в роли заказчика. Он заказчик всех программ, можно сказать. И с этой ролью должны все депутаты уметь справляться и уметь выполнять ее. Чтобы все проекты, которые идут на развитие, выполнялись в правильный срок и то, что нужно делалось. Они уходили как бы средства и время, и бюджетные средства просто на смарку, скажем, без эффекта. Работа ради работы тоже не пойдет. Это зависит от депутатов. Потому что депутаты тоже могут между собой не находить общий язык, и мы иногда это видим. А, в этом плане, конечно. Да, они умеют общаться. Скажите, отличается ли руководитель, навык руководителя государственного предприятия от руководителя частного предприятия? Если да, то чем? Вы говорили, разные стили работы есть. Ну, в целом, самое главное отличие от государственной сферы, у них очень, ну, сфера работа, сфера управления, сфера государства, она уже структурирована. Она имеет свои как бы уже готовую структуру, готовые там инструкции, регламенты, какие-то организационные структуры, которые уже на уровне законов, как бы, определены заранее. И он должен руководить, соответственно, именно этому руководить, да? Да, и именно вот, и сама структура вот эта вся созданная, да, этому руководителю, она помогает. И вот руководителям государственной сферы даже легче работать. А частникам, у них нет такой структуры. Они сами могут себе предобывать. Они сами создают свою структуру. Это очень сложно. Это надо быть очень сильным, как бы, подготовленным, наоборот, руководителем. Именно вот поднимать, как бы, свой бизнес. Это же строить другую структуру, которая даже вот, уже не готовая она. Ее нету просто. А надо, чтобы этот бизнес работал. Вот с маленьких, как бы, объемов уже расти и развиваться. Через несколько лет стать, возможно, и транснациональной какой-то корпорацией даже, да, если так. У нас же есть компании, которые у нас в Якутии как раз выросли, да? Это же не просто так появились. Они тоже с малого начинались. Потом выросли. Стали единорогами, скажем. В этом плане мы сейчас начинаем уже работу с технопарком нашим. Да, вот их резидентов надо будет готовить. Но это пока в планах. Мы вот планируем, ну, различные другие вот направления тоже занимать. Да, вот в сфере, например, жилищно-коммунального хозяйства. А там тоже, как бы, очень много проблем, которых надо решать. Это точно. Там нужны руководители. И уже, как бы, ну, часто бывает так, что... Почему руководителям надо учиться? Тогда вот старыми методами невозможно решить, которые вот появилась проблема. Вот. И их надо уже по-другому решать. Поэтому этому надо учиться. Это надо решать. Жилищно-коммунальное хозяйство, вот вы правильно сказали, да, там и руководителям достается, да, потому что всем невозможно угодить, да, большое количество людей, много жалоб. Но там и текучка большая. Там люди, в общем-то, редко задерживаются. И вот такой конвейер, такой поток. Это недостатки самой сферы? Или всё-таки руководители чего-то не учитывают в этих сферах? А можно по-другому? Ну, скорее всего, это недостатки, вот недостаточная организация, правильная организация деятельности этих организаций. А что они так делают? Я не изучал этот вопрос, но если хотите, ну, начнём это делать, посмотрим, что там происходит и так далее. Ну, интересно же было... Но у них есть, например, какие-то ситуации, которые они не смогли решить. И вот, допустим, они приносят эту ситуацию и просят вот тех, кто с ними вместе обучается, преподавателей, помочь вот на эту ситуацию посмотреть со стороны и сказать, вот что я здесь делал неправильно, почему там, например, люди стали уходить, да, или почему до сих пор вот я не могу вот к этой цели прийти, да, которую там год назад уже поставил для своего предприятия. Такие кейсы разбираете ли вы? Если да, то как? У нас, кстати, режиссёр показывал фотографии о том, как проходит обучение в вашей школе. Может быть, вы вот так по скриптам прокомментируете, либо мы можем попросить ещё какую-то фотографию показать. Давайте попросим. Ну, конечно, у нас пока вот режиссёр включает, скажу, у нас разбираем различные вот кейсы, да, ситуации. Вот, и есть методы работы, когда руководители... Вот показывают фотографию. Вот именно вот эта игра, это Якутия вперёд, из этой игры, ну, вот примерно тоже такие же проходят занятия, там, где люди разбирают свои проблемы. Вот предлагают решить, чтобы все помогали им какую-то идею подсказать. И это не только как бы преподаватели, а главный преподаватель организовать эту работу групповую. А они там уже сами обидеваются? Сами друг друга можно учить, такой тоже подход есть. А какие вот методы, какие интересные формы работы в обучении вы применяете? Ну, деловые игры, да, например, могут быть мозговой шторм, может быть, круглые столы, вот тот же метод кейсов, может быть, да, стратегические сессии мы можем проводить. То есть, да, определённым образом, когда человек приходит, например, руководитель какой-то организации со своей проблемой, мы можем сесть и помочь сделать стратегическую сессию и каким образом решить вот эту проблему. То есть вывести человека на определённые решения своих, скажем, рабочих проблем. И главное, не бояться высказывать о своих проблемах. Часто у руководителей как бы стесняются, что-то открыто говорит, что о каких-то проблемах это, наоборот, усугубляет. И потом уже доходит до того, что её невозможно решить проще, как бы ликвидировать, вскрыть и покажет. Так что нельзя доводить до такой ситуации. Но он же как будто бы в своём кругу, то есть ему там можно открыться, его там не осудят, наоборот, его поддержат, да, ещё какие-то ему... Только так, да. Да, но может быть, действительно человек стесняется, что город маленький, да, вот скажут, там, не справился. Но с другой стороны, оно и так видно, что там, например, не справился. Вот это вот зависит от работы преподавателя как раз, что он должен такую ситуацию, ну, как бы условия создать, где люди, наоборот, открываются, не стесняясь, как бы могут выразить свои наболевшие какую-то вот проблему. Значит, я не оговорилась, назвав вас не преподавателями сразу, да, руководителями, потому что каждый из вас менеджер. Потому что у вас есть люди, которым вам нужно создать, как-то объединить условия, создать для их работы. Да, да. Потому что это же тоже работа. У меня ещё один вопрос остался. Очень богатые люди учатся в вашей школе или она доступна многим людям? Она доступна многим. Потому что у нас нет таких прямо критериев, да, строго, что прямо только руководители могут поступить или люди, имеющие, ну, скажем так, много денег, да. Дорого-богато. Да, дорого-богато, проще говоря, нет. У нас таких критериев нет. Ну, вообще, я бы сказала, что главное качество людей, которые приходят к нам учиться, это желание развиваться, желание развивать себя, желание развивать свой коллектив, желание определённым образом решить те проблемы, которые у них есть. То есть узнавать, посмотреть по-новому. В очной форме? Это совершенно, скажем, ответственные и... Могут быть дела. Да, могут быть дела. Поэтому мы к этому подходим очень гибко и стараемся всегда идти навстречу людям, которые всегда заняты. И хотелось бы ещё добавить, что у нас очень много преподавателей, которые практики. Именно вот в этой какой-то сфере, например, государственное и муниципальное управление, они являются руководителем министерств, могут быть, да, департаментов каких-то, да. То есть люди, которые уже в этой сфере. И они могут дать новым людям, которые хотят, например, поступить на государственную службу, на муниципальную службу, другой взгляд. То есть и помочь, скажем, решить какие-то их сомнения. То есть вот в этом плане у нас очень, скажем, такие преподаватели практики, которые уже имеют опыт большой. Хорошая поддержка, чтобы ещё и навык уверенности, да, наработать. Дорогие гости, у нас остаётся всего две минуты до конца эфира. Я наверняка не спросила чего-то, о чём бы вы хотели сказать, но, может быть, как-то коротко кто-то, может быть, что-то добавит из того, что я не спросила у вас. Ну, сейчас я подумал, да. Ну, работа руководителя связана с тем, что он всегда ищет то, что плохо работает. Он всегда ищет проблемы. Причину. Да, причину ищет, то, что плохо работает, и делать так, чтобы оно работало лучше и хорошо. Всё время этим занимает. А бывает так, что всё хорошо. Вот есть руководители, вы же с ними общаетесь, что вот всё хорошо, вроде бы как, ну, просто пришёл переподготовка, а особо-то чинить нечего. Значит, он что-то не увидел. Всё равно должно. Да, есть такого насилия Паркинсона даже. Если всё хорошо, значит, мы что-то не увидели, упустили. То есть вот этот позитивный взгляд на мир вы как-то особо не приветствует. Может быть, всем хорошо сразу быть не может, да? Это профессиональная деятельность руководителя, менеджер. Вот всегда проблемные места искать. И их, ну, уметь ещё их как бы решать. Да, у вас юбилей близится, в этом году вы будете отмечать, может быть, кого-то пригласите на ваш юбилей. Вот сейчас есть такая возможность выпускников. Да, мы всех твоих выпускников приглашаем. Пожалуйста, приходите, поделитесь своими успехами, покажитесь нам и расскажите, как у вас дела и так далее. И приходите на переподготовку, да? И, конечно, мы для вас ещё подготовим ещё другую, ещё более, как бы, развитую, другую, совершенно другую программу. Большое спасибо вам, дорогие гости, что вы нашли время и сегодня пришли. Я вас поздравляю с наступающим юбилеем, 25 лет, солидная дата. Слушатели и зрители, благодарю за внимание. Мы сегодня узнали, что руководителям быть интересно и не страшно. Поддержка в нашем городе есть, поэтому знайте, куда обращаться.